Соловки, пасты. Свидетельство узников Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница Понда Иоффа. Протеиерей Павел Чехранов. Фрагменты воспоминаний. Кемский пересыльный пункт, 1926 год. Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт, видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы, лесные разработки закончились, и более тысячи человек возвратились обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замыщены нарами, двойные нары переделаны в тройные, в три этажа. Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары. Вместо 60 человек в нем стало 120. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха. И как хотелось хотя бы в такой затруднительной обстановке совершить молитвенный обряд. Как это так, думал я, пусть даже и сейчас, когда просунуться, поговорить через толпу затруднительно. Как не пропеть Христос Воскресе в пасхальную ночь? И я решил подготовить свою братью. Однако только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в незаконченной пекарне, где только одни просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке на третьей полке под самым потолком по соседству с помещением ротного начальства. Но я решил пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать мата. Сговорились. Настала Великая Суббота. Нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта ротным командирам не допускать и намеков на церковную службу. Из восьми вечера не пускать никого из других род. Однако я настаивал, все же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Нектарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя, но все же попросил разбудить в двенадцать часов. В начале двенадцатого я отправился прежде всего в барак. Двери были настиж открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный. Не велен опускать никого из других род. Я становился в нерешительности, однако владыка Нектарий был наготове. Сейчас-сейчас, сказал он мне. Я отправился к владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался несколько знакомым мне. Пожалуйста, поскорее делайте и уходите, не приказано. Я кивнул ему головою, подошел к владыке Илариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог. Владыка приподнялся. Пора, сказал я ему шепотом. Весь барак спал, я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий, присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недостроенной пекарни с отверстиями для дверей и окон. Мы условились поодиночке прошмыгнуть, и когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров, проходящих по дороге. Мы плотнее прижались к ней. Слева владыка Нектарий, посредине владыка Иларион, а я справа. Начинайте, проговорил владыка Нектарий. Утреннюю, спросил владыка Иларион. Нет, все по порядку, с полунощей, ответил владыка Нектарий. Благословен Бог наш, тихо произнес владыка Иларион, мы стали петь полунощницу. «Волную морскую», запели мы, и странно-странно отзывались в наших сердцах эти с захватывающим мотивом слова. Гонителя, мучителя под землю, скрывша, и вся трагедия преследующего фараона в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли как на клиросе, страх быть замеченными над зором, и все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полуночную. Архиепископ Иларион благословил за утреннюю. «Да воскреснет Бог, и расточаться в разе его», — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночной углу владыка Иларион. «Мы запели Христос воскресе. Плакать или смеяться от радости, — думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ермосы, но осторожность руководила нами. Закончили утренню». «Христос воскресе», — сказал владыка Иларион, и мы все трое облабызались. Владыка Иларион сделал отпуск и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы обедницы совершить. Только я был за предстоятеля, владыка Нектарий за псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равные чтения, апостоловец, наизусть. «На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарем вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый с богослужением. Эта пасхальная служба осталась в памяти у владыки Илариона. И в 1927 году, в мае, писал он мне. «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху. Как она отличается от сегодняшней? Как торжественно мы справили ее тогда?» Да, обстановка Пасхи 1926 года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора, городское духовенство совершало торжественное пасхальное богослужение. «Но думается нам, наша Кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей, при звездном освящении, без митр и парчевых рис, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная Ростовская». Протеерей Павел Дмитриевич Чехранов, священник Ростовской Таганрогской епархии Русской Православной Церкви. Арестован в 1923 году и обвинен в сопротивлении обновленчеству. Находился в заключении в Батырской тюрьме и на Соловках до 1927 года.